Всем привет! Сегодня у нас будет обзор не одной и даже не двух, а целых трёх орбитальных шлифмашинок. Итак, сегодняшние испытуемые. Первый это Bosch PEX300AE, вторая Ryobi ROS300A и третья DeWalt DVE6423. Перед тем, как начать говорить о плюсах и минусах, я сразу скажу, что затрагивать их внешний вид и форм-фактор я не буду, так как мне кажется, что, во-первых, это всё-таки вкусовщина, во-вторых, к любой модели, как мне кажется, можно привыкнуть. Итак, начнём с Bosch, о котором я успел поработать около трёх лет. Сейчас я её отложил в стол, так как опорная тарелка полностью стёрлась, и я был так немного удивлён, когда узнал, что оригинальная тарелка стоит 2 с лишним рубля. Но, конечно, здесь можно сэкономить и купить неоригинальную. Я так и сделал, и купил вот такую. Но проработала она всего один раз. Посадочные места сразу разбились, и тарелке не на чем было держаться. Также, чтобы её установить, нужно было сделать ещё 4 небольших отверстия. Пишите в комментариях, если знаете, где найти на эту модель неоригинальную, но чуть более качественную тарелку. Следующий момент. Машинка стала раскручивать тарелку, как болгарка. Это началось не сразу, а где-то через полгода. При нагрузке тарелка, конечно, замедляется. Если не ошибаюсь, это говорит о том, что нужно заменить подшипник. Это не смертельно, и работать в принципе можно, но нужно при шлифовке сначала прислонить машинку к поверхности, а потом её включить, чтобы не стереть лишнего при раскрученном диске. Также мне немного непонятно. У этой машинки обороты на первой скорости равны 2000. Так вот, я не понял, в каких работах нужны такие обороты. Вот как они выглядят в действии. А если при этом ещё добавить хотя бы небольшое давление, то она чуть ли вообще не останавливается. В общем, пишите в комментариях, где можно использовать этот режим. Ну и в завершении также затрону систему фильтрации. Для снятия и установки ёмкости всё-таки потребуется приложить немалое усилие. А также нужно быть готовым к тому, что при открытии крышки вся пыль окажется на вас. Внутри находится бумажный фильтр, который, к слову, проработал нормально первые две очистки. После, в месте стыковки фильтра и корпуса, произошёл разрыв, и через него стала выдуваться пыль. И, кстати, фильтр приклеен почему-то на термоклей. По ней, наверное, всё. Всё, и я хоть в основном перечислил минусы, но скажу, что в целом у меня нет прям негативного впечатления от работы. Ну да ладно, вердикт попробую сформулировать в конце. А пока что переходим к следующему конкурсанту. Данную машинку я приобрёл в ноябре прошлого года. Но в работе она была всего две недели и сломалась. Я дал её в сервис по гарантии с жалобой на то, что она стала практически сразу раскручиваться, как болгарка. А также при нагрузке она и вовсе останавливалась. Ремонт занял около 40 дней, и в итоге заменили корпус подшипника ценой в 266 рублей и ротор ценой в 1761 рубль. И это цены для сервисного центра, который процентов на 30 ниже розничных. Ну, в общем, я забрал машинку и, включив, понял, что раскручивание диска устранить так и не получилось. Фильтр снимается даже немного тяжелее, чем у Боша, и также феерично разбирается. И да, я вижу, что здесь есть специальное ушко, за которое предполагается открытие, но нет, за него открывать далеко не легче. Не знаю, плюс это или нет, но оригинальная опорная отрелка для этой машинки стоит 537 рублей. К сожалению, не могу сказать, было ли то же самое до поломки, но несмотря на то, что количество оборотов начинается от 7000, на первой скорости можно даже не заметить, что машинка включена. В общем, ощущения от этой машинки я могу назвать скорее неполными. Так что, если вы пользовались такой, то пишите в комментариях о своем опыте. Ну а теперь переходим к той, которую мне советовали больше всего. Я ее успел поработать 2 месяца, но отмечу, что эта машинка не новая. Мне ее одоложил родственник, у которого она также на полке не стояла. Начнем снизу. Ну, во-первых, с подшипником все отлично, он исправен, и, назовем его, эффект болгарки отсутствует. А также сразу отмечу, что на первой скорости машинка работает более чем уверенно. Ее прям не получится остановить. Многие пишут в отзывах, что долгая служба подшипника говорит о эффективной системе пылеудаления. Чуть позже я покажу ее в деле. А пока давайте посмотрим, куда эта пыль собирается. Пылесборник у Дивольта прямо кардинально отличается. Он состоит из специального тряпичного мешка, внутри которого стоит пружина, распрямляющая его. А также муфта, с помощью которой мешок устанавливается на машинку. И да, оригинальную опорную тарелку для Дивольта можно купить за 910 рублей. Ну а теперь, думаю, пора посмотреть, как справляется пылеудаление на всех трех машинках. Я буду шлифовать сосновый щит 80-й наждачкой примерно по одной минуте каждой машинкой. Ну и по порядку начнем с Боша. Буду снимать с разных ракурсов. И вот, например, с этого отлично видно, как пыль вылетает прямо из пылесборника. Ну а про количество собранной пыли и удобство очистки, думаю, вы и сами сможете оценить. Пыль вылетает. Ну а что касается Райоби, я так вообще не понял, откуда вылетает пыль. Я уже начал сомневаться и подумал, что может пыль раздувается от покрывала. И попробовал пошлифовать без него. Без изменений. Ну а теперь, что я могу сказать по Девольту. Конечно, 100% всей пыли он не засосет. Но так или иначе, по сравнению с предыдущими машинками, как при работе, так и на видео разница очень хорошо видна. А еще забыл сказать, что из всех трех только у Девольта есть функция плавного пуска. А сейчас важный дисклеймер. Независимо от модели машинки, нужно понимать, если вы ходите долго из службы инструмента и не кашлять по ночам, обязательно используйте в паре с машинкой пылесос. Ну и в завершении скажу, что по итогу разницу в качестве шлифовки между этими моделями я заметить не смог. Но если говорить про удобство в работе, то мое мнение, что в этом забеге участник в желтой майке далеко вырвался вперед. Ну а на этом все. Если видео было вам полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!